В этот раз знаменитая пьеса Чехова «Чайка» предстала перед зрителями совершенно в другой интерпретации. Здесь события развиваются среди хореографов и балерин в репетиционном зале, но главный герой и сюжет остался прежним. Все, как и было, написано драматургом. Мечты молодых о славе и творчестве, интриге, любовь, предательство и страсти выражены через виртуозную хореографию Бориса Эйфмана и музыку Сергея Рахманинова и Александра Ситковицкого. Видо изменилось только лишь спектакль сам по себе, сценография осталась та же, действующие лица те же, и драматургия осталась та же прежняя. Что касается рокового направления, это Ситковицкий, который уже с нами, так сказать, в наших спектаклях был задействован, поэтому мы уже привыкли, в принципе, привычно. В привычной версии пьесы Нина – заречная жертва. В новой версии жертвой становится Ирина Аркадина, ведущая прима-балерина театра, которая не хочет уступать свое место конкурентке. Театр жесток и требователен ко всем. Одни должны ежедневным каторжным трудом отстаивать право выбиться в лидеры, такие, как Треплев и Заречная, другие, как Тригорин и Аркадина, должны отстаивать свои позиции. Нину тоже жалко, но больше мне ее было жалко в 2007-м, когда я танцевала Заречную, а сейчас, конечно, Аркадина, потому что Аркадиной сложнее. И я с высоты своего положения понимаю, что Заречные, они приходят каждый год, им очень легко дотянуться до Олимпа, сложно удержаться. Новый спектакль – это второе обращение Бориса Эйфмана к известной пьесе, но это не повтор первой постановки, а совершенно новая работа, новое переосмысление этой трагедии. Я всегда за то, что сейчас, потому что сначала, когда Борис Эйфманович начинал переделывать балеты, а он практически всегда этим занимается, потому что он говорит, я не могу стоять на месте, и мне все время кажется, вот даже после премьеры, что это уже устарело, что можно лучше, что можно что-то сделать, добавить, улучшить. Поэтому я всеми руками и ногами за, потому что мы получаем новую хореографию, и у тебя есть новые горизонты, к которым ты будешь тянуться. Театру балета Бориса Эйфмана уже 45 лет. Коллектив хорошо известен во всем мире, но на отечественных подмозгах он не частый гость. Поэтому, возможно, для кого-то эта хореография станет открытием. Вы знаете, я им немножко завидую, потому что я помню свои ощущения, когда я впервые увидела балет Эйфмана. Я была поражена. И помню, как писали во всех газетах, тогда еще были газеты из-за границы, писали, что этот балет никого не оставляет равнодушными. 30 апреля в Новосибирске пройдет последний спектакль театра балета Бориса Эйфмана. Но если соберетесь перед походом в театр, перечитайте классику. Будет с чем сравнить.